В субботу тишину выходного дня в Малаховке нарушил рёв мотоциклов и электрогитар. В поселковом парке состоялся благотворительный фестиваль «Железный рок», а вечером там прошло традиционное файер-шоу. На фестивале побывала и наша съёмочная группа. Фестиваль «Железный рок» — совместное детище нескольких музыкальных групп. Проходит впервые, но организаторы надеются, что фестиваль пропишется в Малаховском парке надолго. На премьере в основном друзья музыкантов, члены семей — редкие отдыхающие. Начинание приехали поддержать самые преданные поклонники этой агрессивной музыки — байкеры. Многие мне нравятся, многие говорят, что рок как-то в парке, надо какая-то музыка более поспокойнее. Но у нас здесь на этой площадке проходят и джазовые фестивали, и театральные вечера, разные форматы. Но сегодня мы решили попробовать именно вот рок. Раиса Гиванзян мнение директора парка не разделяет. У неё рок-музыкой занимается вся семья — муж и двое сыновей. Говорит, что музыка действительно громкая, но она уже привыкла. А так вообще мы приходим, слушаем, как кто-то поёт, кто играет, как мой муж играет и поёт тоже хорошо. Он музыкальный человек. Открывал фестиваль лирический дуэт из Москвы «Джулия Дэй». Музыканты исполнили песни на английском языке. Солистка группы пообещала создать зрителям летнее настроение. За сценой также кипела работа. Вокалист и лидер группы «Чума металла» Сергей Шуралёв из Раменского провёл генеральную репетицию. На фестиваль, как рассказал фронтмен, коллектив приехал со стандартным плейлистом, который включает две новые композиции. Песня «Серая гавань» всего месяц. Сейчас она записывается в студии. Вторая новинка — «Сила лета». Также у нас есть композиция, которая называется «День сечи». Это о последних событиях на Украине. То, что произошло, Майдан и всё остальное. В общем, в этой песне пишем то, что идёт война между народом. Политики хотят, ну, не политики, скажем так, а главное. Они хотят просто платить, а страдать народ. В концертной программе только песни. Ограничений по времени нет. Поэтому у групп, которые преимущественно выступают в клубах и знакомы ограниченному кругу фанатов, была хорошая возможность познакомить с творчеством широкую публику. По отзывам музыкантов, летняя сцена в Малаховке для этого подходит превосходно. Фестиваль, как и все другие мероприятия, что проводит рок-сообщество, благотворительный. Это не первая акция, которой мы помогаем детям. У нас есть мальчик ДЦП, которому мы помогаем уже около 10 лет. Это Кирюша Яковлев, житель нашего Люберецкого округа. Ну, решили пойти дальше. Есть и другие дети. Всего выступило 8 групп из Москвы и Московской области и отдельные исполнители. Прогнозы организаторов оправдались. К вечеру зрителей в парке значительно прибавилось. Алексей Абрамов, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова